Привет! Рада приветствовать всех на своем канале! Сегодня у меня в работе вот такие ручки, им больше месяца. В прошлый раз делала наращивание на гелевые типсы, но как-то они неважно относились. В обочей руке на указательном и среднем пальчике были большие отслойки. Поэтому раз на этих ноготках были большие отслойки, я и решила снять все предыдущее покрытие до натурального ноготка. Чтобы при новом покрытии на пальчиках, где остались типсы, не пошли отслойки. Здесь будем донаращивать, но об этом немного позже. Пока фрезой убираю все отслойки и, соответственно, убираю все покрытие и типсы. Типсы спиливали стружкой. Сначала я работала на 25 тысячах оборотов, затем, как только источалось покрытие, подходя ближе к ноготку фреза, я делала скорость немного ниже. Конечно, видео здесь я достаточно сильно ускорила. В жизни я, конечно, работала медленнее, для того, чтобы фреза не так нагревалась и не припекала. В этот раз я буду донаращивать свободный край. Еще будет очень интересный дизайн, поэтому обязательно досматривайте это видео до конца. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых интересных видео. А также ставить лайки и писать комментарии. И еще буду очень рада видеть вас и в своих других соцсетях. Я уже пилочка Sunset Grid. Опиливаю ногтевую пластину, убираю глянец от рожей части ноготков. И также убираю остатки от Zips. Немного скруглила торцы. Здесь на пилочку надавливать совсем не нужно, так как нужно просто убрать глянец от рожей части ноготков. Ну и остатки материала на свободном крае. Но главное здесь не перепилить ногтевую пластину. Я приступаю к комбинированному маникюру. Фрезой пламя аккуратно прорабатываю все под кутикульное пространство, синусы, а также боковые валики. В этих ручках также достаточно тонкая кутикула. Она слегка подсыхает и может трескаться в синусах. Поэтому работаю достаточно осторожно, но на привычном режиме это 17 тысяч оборотов. Глубоко фрезой не лезу. Сначала все 10 ноготков прохожусь на форварде, затем переключаюсь на реверс и обрабатываю их в обратную сторону. Фрезой аккуратно приподнимаю кутикулу для лучшего среза ножничками. Ну и конечно же ножничками убираю всю лишнюю кутикулу. А срезы шлифовывать буду карбитосиликоном-шлифовщиком. Им я работаю на 3-4 тысячах оборотов. Затем стандартная обработка ноготков. Обезжирю и дегидрирую ноготки. Наношу бескислотный праймер. Затем тонким втирающим слоем каучуковую базу. Просушу в лампе 30 секунд. Но сейчас я липкий слой не убираю. Как я уже говорила, что свободный край буду донаращивать. Для этого мне понадобятся верхние формы и гель. Гель, конечно, лучше брать погуще. К сожалению, этого момента на видео не попало, так как у меня села зарядка, телефон выключился. Клиенты, к сожалению, не буду сидеть и ждать, пока телефон немного подзарядится, включится и доснимать все по порядку. Поэтому включился он на моменте, когда уже я ноготки после донаращивания свободного края укрепляла гелем. Кстати, ничего сложного не было. Верхнюю форму я нанесла немного геля, распределила, приложила к ноготку, поднесла к лампе, прихватила верхний слой, перевернула. Ноготок подровняла с обратной стороны и просушила полноценно в лампе. Затем доукрепила все молочным гелем. После просушки я убрала липкий слой и пилила ноготки. Все, что было лишнее, выберила изнутри. Ноготки, кроме безымянных, я перекрыла топом глянцевым без липкого слоя и на него буду втирать втирку. Это жемчужная втирка, но у многих я смотрю, она полупрозрачная, а у меня достаточно плотная. Смахнула лишнюю втирку, затем опилила торцы, прошлась праймером. Сверху перекрыла ноготки с втиркой глянцевым топом без липкого слоя и по нему буду рисовать черный френч. Кстати, здесь мы решили, что все-таки текстуры будут не только на безымянных пальчиках, но и на мизинчиках. Поэтому на мизинчик я тоже на липкий слой от базы прилепила фольгу и тоже нарисую там текстуру. Я думаю, с текстурой ни у кого проблем не возникнет, так как очень много видео отснято. А у меня в этот раз пошел расфокус и получается какая-то размазанная картинка, поэтому я ее не вставляла. Все-таки кратко упомяну о текстурах. Черный гель-лак я разбавила топом, вырисовала более большие размытые пятнышки, затем добавила черным гель-лаком прожилок. В конце перекрыла все ноготки глянцевым топом без липкого слоя. Напомню, какие ноготки у нас были до и какие красавчики получились. Маникюр смотрится просто шикарно, единственное, не до конца сразу отмылась втирка. Я на этом буду с вами прощаться, всем до встречи, успехов!